как вообще формируется события человека с чем это связано и в каком направлении может развиваться его судьба можем ли мы каким-либо образом этим всем управлять ну для начала начнем думать вот о чем или начнем наверное даже с блога знаете то есть человек создал бога человек создал бога и создал он его и тут такой вопрос чем отличается человек от животных он наверное его создал чтобы человек отличался от животных это разумно разумно если он его создал таким чтобы человек отличался от животных то чем отличается человек от животных разумом а еще чем чувствами человек может чувствовать человек может чувствовать долго постоянно и разум в этом участвует то есть разум участвует в том чтобы человек чувствовал а что же человек вообще в своей жизни может чувствовать тут такой ответ человек может чувствовать только две эмоции а все остальные эмоции это разновидности этих чувств какие же это эмоции человек может либо страдать либо радоваться то есть все остальное это всего лишь проявления либо страдания либо радости таким образом можно сказать что человека создал бог на земле для того чтобы человек либо страдал либо радовался все остальные проявления чувств любовь это радость но любовь может быть страданием там дети родились радость деньги заработал радость посмотрел политические новости страдания то есть можно условно сказать что человек устроен по принципу чувственному при котором он может сходиться только в двум чувствам испытывать либо радость либо страдания гипотетически для чего бог создал такие чувства у человека ну по моему мнению я думаю что он создал как элемент расплаты то есть бог создает каждодневный процесс который происходит жизни человека то есть это воздух это цвет это еда это или еще что-то но это не бесплатно так как замен он хочет человеческих чувств и человек может рассчитываться либо состоянием радости либо состоянием страдания почему радости или страдания дело в том что страдания истинания это оплата за то что бог создает каждодневную какую-то картинку и тут такой вот нюанс который связан с тем что человек еще имеет сознание и человек чего-либо желает чего хочет желать человек человек хочет желать допустим выйти замуж или человек хочет желать быть богаче и после этого должен быть расчет то есть его жизни должны происходить события в ходе которых он может либо страдать либо радоваться то есть он должен произвести оплату за то чтобы в дальнейшем получить либо страдания либо радость ну и тут такой вопрос наташин вот она пишет я не в своей тарелке и хочу поменять все это неважно главное что вы уже хотите а это ваши намерения и здесь необходимо понять чем вы будете рассчитываться случае если вы радуетесь что вы будете рассчитываться своей радостью случае если вы страдаете то вы будете рассчитываться страданиями а если жизнь аморфной ничего не происходит но это говорит о том что не радости не страдания у вас нет вы смотрите телевизор постоянно или там смотрите какие-то новости не создаете никакие элементы своих чувств и ни за что не рассчитываетесь и ничего не происходит и здесь такой момент намерение то есть у вас должно появиться намерение как там трансерфер ги реальности то есть пусть намерение появится но там за ланд он не говорит о том что нужно будет за свое намерение рассчитаться чем вот радостью или же второе страданием или стенанием и тут такой момент знаете когда люди говорят я хочу чтобы всем было на земле хорошо в этот момент нужно сказать человеку а ты готов рассчитаться за это чтобы всем было хорошо да ты создал такое желание ты создал желание стать самым богатым человеком ты создал желание быть там самым счастливым человеком похвально но чем ты за это будешь рассчитываться я готова жить с этим мужчиной готова быть с ним вместе я готова там быть богатой я готов быть там премьер-министром своей страны чем будем рассчитываться и у человека появляется заболевание появляется стена не появляется а с чем это связано с на